Увидел Шапиловский проезд, посмотрел сколько ехать, писала, вот эта гадина писала, 45 минут. Я думаю, надо отменять его нахер, потому что Большая Дмитровка стоит, не успел, пассажирка уже стояла прямо на въезде, короче, она села. Поездка по этому навигатору, который встроен в приложение, должна была быть 45 минут 22 километра. Итог какой? Ехали мы, час 11, чтобы вот не соврать, пробег 27 километров. Вот этот, второй навигатор, я сразу же включил, он сразу же писал, 55 минут и 22 километра. То есть вот эта гадина, она постоянно врет, вот как ее назвать? Грязный предатель Иуда. Новый год наступил, я думаю, его нужно начинать с чего-то нового и хорошего. Мой друг, который давно работает в такси и знает все нюансы работы, открыл свой таксопарк, таксопарк Изи. И создал отличные условия для работы в такси. Таксопарк не берет комиссию с заказов, комиссия берется только за вывод денежных средств. При этом деньги можно выводить 24 на 7 на карту любого банка. Комиссия с бонусов не берется и никаких скрытых комиссий нет вообще. Подключение парковых самозанятых, поддержка 24 на 7, заправки с таксометра. Также есть несколько вариантов работы и поэтому каждый сможет подобрать для себя подходящий вариант. Все контакты и ссылки будут под описанием к ролику, подключайся и зарабатывай. И вот заказ прямо с точки, где я и стою, Дмитровское шоссе 13, куда ем, не знаю, КФ 1.73. Ну, берем. Итак, поедем мы на Волголамское шоссе. Правда, бензина у меня фактически нету на 70 километров, но это на самом деле немало. Я думаю, выполним этот заказ и с этого заказа заправимся. За бортом минус 2, снежно, поэтому коэффициенты, надеюсь, будут хотя бы часов до 11 дня. Первый заказ завершен с метро Тимирязевской до Волголамонское шоссе. Здесь какой-то учебный комбинат. Москва, 1200, там, 24 минуты, 20, а, да, 23, но я не помню километраж, но я думаю, километров 10-12. Завершаем. Да, размечтался я по поводу коэффициентов, конечно. Поставьте нам оценку. Да, заткнись ты. О, да, сейчас, ага, 9 минут, 5 километров. Нет, мы не поедем. Короче, я, так как на Волголамке, рядом Косногорск, и он вот мне дает, блядь, 4,5-9 минут подачи, там, 4 километра, 7 минут, там, 8 подачи, и все без коэффа, блядь. Да возите вы эту хуйню сами, блядь, заебали уже. Меня многие спрашивают, а что, точнее, ну, немногие там в комментариях пишут, вот, а что ты там смены не показываешь, там, такси меньше стало. Блядь, потому что показывать вот эту хуйню, блядь, ну, что вот показывать вот это, блядь, не заработка нормального, ничего, блядь. А рассказывать там кому-то о том, как работать, кто давно в такси, он и так знает. А кто на аренде, они что вот объясняют, что не объясняют, они все равно будут, большинство, катать вот эти зеленки, хуйонки, потому что и эти цели выказывают, потому что им надо платить аренду, блядь. Вот они херачат, херачат и херачат. Поэтому им, многие не прислушиваются просто к этому. Если бы все прислушивались, прислушивались, давно бы чуть ситуация поменялась, потому что очень, есть несколько блогеров, да, другие, которые все показывают, все объясняют. Кто мешает прислушаться и работать так же. А у некоторых даже нет времени YouTube этот смотреть, они блядь, херачат, херачат и херачат. Будет нормальный, так сказать, заработок на протяжении всего дня, конечно, я буду снимать больше смен. Сейчас я вышел, ну че, все, коэффициентов нету, я вышел в 8.30, сделал один заказ с нормальным коэффициентом, все, больше ничего нету. Блядь, я все-таки приехал в Краснодарск, запизделся, блядь. Блядь, ну ребята в Яндексе, конечно, что-то подохуели, блядь. Заказ 1200, я сейчас посмотрел комиссию, они сняли 320 рублей, там 870 мне. Нахуя вы пишете, что такой здоровый коэффициент, ты думаешь, что сейчас заработаешь, а по факту вы забираете комиссию. За что? Сука, последние штаны снимите, блядь. Сейчас в Красногорск заказ пришел, но я взял, я уже подъехал после Красногорска, коэффициент 1.6. Куда поедем, не знаю, я понимаю, что больше мне здесь, ну, так как все, коэффициентов нету, все, блядь, а не. Вот вам зависимость от коэффициентов. Блядь, ну начинается вот эта хуйкинь, блядь. С Красногорска, деревня Путилова, Новотушинская. Блядь, уже люди стоят, что ли. Бля, у меня активности столько нету. У меня есть 55. 10 минут, блядь. Впиздуем-то. Заказ отменен. Попрощались, так сказать. Стою в зоне коэффициентов, заказ без коэффициента. Да что за утро-то такое, до свидания. Что-то отменилось. Да, отменился что-то заказ. Вы можете все равно отвезти, когда мы пересмотрим, как передать? Ну, а сколько там цена-то было? 101 рубль. Ну, вам придется не переводить. Да, давайте переведу. Итак, Алина Алексеевна, симпатичная девушка, перевела мне 601 рубль. Поедем мы 10 километров, тут минут 20. И нужно передать ключ от домофона. Почему бы так не съездить? Сейчас еще покурить можно будет. Своё удовольствие. А там, глядишь, и появятся коэффициенты. Кстати, вот, куда ключ-то этот, блядь, положил? Все. Хочешь что-то проебать, да, это таксисту, блядь, как говорится. Пиздец. Сейчас придется свой ключ от домофона снимать, нахуй. И отдавать. Ладно, найдем позже. Погнали. Еще два одиночества встретились. Ну что, такси у нас безопасное. Короче, у деревни Путилково я, точнее, в деревне, и кэфы здесь вроде, вон, все фиолетово. Сейчас посмотрим, что можно сделать. Рейтинг у меня стал ровно 5.0. Можно в бизнес-класс идти на один день, потом ее выгонят. Средняя подача, ну, придется брать 1.72, просто коэффициенты падают. Есть выдача на заднем сиденье. Поездка по Яндекс.Картам займет. Час 18. Час 10 минут. Час 10 минут. 49 минут, вроде. В 10.52, да, прибытие стоит? Надеюсь, что да. Конечно, ребята, у вас тут машина стоит... Не хотел говорить, вы... Короче, ехали мы 30 километров, 42 минуты. Заказ стоил 2.300-300, это 303, это с Путилково, это все последние Победы, на Щербаковское. 1700 числями, К+. Короче, время 10.50, а я как раз... вышел 8.50, ну, по сути, 2 часа одна линия, 3600 рублей, она мне так перевела, 3.200, короче, надо кофе-тайм устроить, потому что здесь коэффициентов нету вблизи, может, пока пью кофе появится. Сейчас какой-то мундак на красный пролетел, еще сигналит, что я ему дорогу не уступаю. Сейчас, если регистратор записал, покажу. Субтитры сделал DimaTorzok Проехал на красный, я еду на зеленый, мало того, что он выехал навстречу, еще подрезал, блядь. Жалко, вот, блядь, въебать бы ему в жопу разок, он бы был виноват, блядь. А дальше регистратор не записал, мы повернули на улочку, он передо мной был. Просто красный свет он взял, проехал еще и на красный свет. То ли он цвета, блядь, не различает, думает, что он хуярит на... Когда горит ему красный, что значит это зеленый, то ли хуй знает что, то ли бухуй, блядь. Короче, долбоеб. Вот кто он после этого? Ну, короче, жесть полная. Взял я за госпитальной площади на Рублевское шоссе. Я когда брал, заказ не видел, я был рядом в 100 метрах, он был без кэфа, хотя в фиолетовом как-то горело. Думаю, ну ладно, может куда-то недалеко. Итог, должны были ехать 45 минут, ехали 55, 887 рублей, 30 километров. И вот теперь если поделить 900 на 30, такие цены были 10 лет назад на обычных машинах, а это К+. Так, первый заказ после обеда, время 3 часа дня, студенческий проезд у Лисафадеева, заказ был с коэффициентом 1.9, 524 рубля, ехали 15 минут, 5,5 километров. Минус 140 рублей комиссия. Ну вот, 3 часа дня, попробуйте что-нибудь нормальное выхватить с нормальным коэффициентом. То, что здесь фиолетовое, ну это коэффициент 1.1, 1.10. Все, ехать смысла никуда нету. Короче, заказ в Большой Садовой на охотный ряд был, по счетчику насчитал 557 рублей, но там то ли египтяне, то ли это, я не так, ну девушка с парнем. Дает мне пятерку в конце поездки, я говорю, откуда у меня с пятерки. Вот, и притоку дал мне 559 рублей, а дал мне 520, я говорю, или пятерку, я говорю, ладно, все. Я сейчас здесь дольше стоять буду. Увидел Шапиловский проезд, посмотрел, сколько ехать, писала, вот эта гадина писала, 45 минут. Я думаю, надо отменять его нахер, потому что Большая Дмитровка стоит, не успел, пассажирка уже стояла прямо на въезде, короче, она села. Поездка по этому навигатору, который встроен в приложение, должна была быть 45 минут 22 километра. Итог какой? Ехали мы, час 11, чтобы вот не соврать, пробег 27 километров. Вот этот, второй навигатор, я сразу же включил, он сразу же писал, 55 минут и 22 километра. То есть вот эта гадина, она постоянно врет, вот как ее назвать. Грязный предатель Иуда. Вот опять же возвращаемся к тому, что кому-то что-то объяснять это бесполезно. Я тут несколько дней подряд заказывал сам себе такси, там и на праздники, когда были, и просто мне эта машина давала на ТО, там на химчистку. Приезжает таксиста, мы садимся, едем. Вот у него включено, ему все летит в лед. Вот сколько я ездил на такси, все таксисты, это раз 5 было, 6, они все едут, им приходят заказы в лед. Они их берут, причем по зеленке, с дальними и средними подачами. И сегодня, мне и вчера все время летят дальние или средние подачи. Почему это происходит? Да потому то, что это приложение Яндекс у пассажиров, оно пишет, если вы подождете еще чуть-чуть, то вам будет скидка. Поэтому, кто не уходит с линии, тот едет и на дальний, принимает в лед, тот едет, не важно, дальние, ближние подачи, и он везет дешевле. То же самое с платными подачами. Вы берете платную подачу, не надо их брать вообще, эти платные подачи, пока вы едете, как уже практика показала, спрос падает, и ваша платная подача, она тупо исчезает. И вот много-много таких фишек. Когда люди начнут это делать, сейчас уже 5 часов вечера, карта вся, она наполовину, ну, фиолетово, вообще фактически ничего нет. Вот центр сейчас сгорит. Уходите, взяли заказ, ушли с линии, не берите вы эти дальние, средние подачи. Сейчас я позвоню в поддержку и скажу, что заказ длился там на сколько, показывал 45 минут, 15, на 25 минут дольше. А знаете, что ответить? А мы вам ничего не будем компенсировать, потому что вы ранее нас обманывали. Ты спросишь, почему, откуда у вас такая информация? Они скажут, что система показала. Да, блядь, моя система показала, что вы постоянно людей наебываете. Они это начинают говорить, что вы их обманываете, потому что несколько раз ты им напишешь или позвонишь, скажешь, что время в пути увеличилось, они тебе дадут там какой-нибудь промокод на увеличение твоей активности, якобы тебе заказов больше будет. И после этого они раз дадут, два дадут, три дадут. А потом они просто начинают говорить, вы нас обманывали и так далее. Как вот к ним относиться после этого? Можете оценить работу специалиста службы поддержки. Алло. Я думаю, чем я буду помочь? Здравствуйте. Заказ «Время в пути», которое у вас в приложении, показывал 45 минут и километраж 20 километров. А по факту сейчас закрылся заказ. Час 11 и 27 километров. И изначально другой навигатор, у меня на другом телефоне, показывал вот эту же почти информацию, что там почти 57 минут, 55 будет поездка, и километраж больше. Почему ваш навигатор, который в приложении, постоянно обманывает? Вот за чей счет вот это сейчас было 25 минут почти лишнего времени? Я провел в пути и получил меньше денег. Да, вижу, действительно, вы провели в пути 2 на 27 минут 14 секунд больше. Это значительное увеличение времени в пути. В качестве компенсации придет промокод на 5 минут 1 час пониженной комиссии. Это будет компенсация за увеличение времени. Вот смотрите, за 1 час я могу сделать всего лишь 1 заказ. Но у вас же есть промокоды на 3 часа. Есть возможность выдать только такой промокод. Других сервисам, к сожалению, не предусмотрено. Извините, извините, пожалуйста, что я вас дезинформировала. Простите, но промокод выдать вам не получится. Почему? Сервис не предоставляет такой возможности. Сейчас проверила дополнительную информацию. К сожалению, кнопки для того, чтобы выдать промокод, такой просто нет. Всего хорошего. До свидания. Ну вот опять, короче, 20 километров, час ехали, 1054, повышенный спрос, 19 рублей. А, километраж 22, час 05 в пути. Так, крайний заказ на сегодня был в Бутиковский переулок до Берсеневской набережной. Я выставил заказы по пути домой. Сам заказ стоил 563 рубля, но оказывается, я был в зоне доплат. И он там 800 с чем-то был. И по итогу у меня на балансе повышенный спрос 240. Короче, 598 рублей на балансе у меня отразилось. Друзья, давайте подводить итоги сегодняшней смены. Выехал я на линию в 8.40 утра, получил первый заказ. Сейчас 7 часов вечера ровно, 19.00. Проехал я 170 километров. Выполнил я 8 заказов. Чистыми 6523 рубля, но из них вычитаем 1400 на бензин, ну и кофе. Вот пятерочка остается. Из этого времени еще полтора часа ушло на обед. Вот такой результат. Вчера я заработал 7500, работал примерно столько же по времени. Пишите, друзья, свое мнение в комментариях, что вы думаете о заработке и вообще о работе в такси. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok